здравствуйте дорогие художники и любители живописи вы на канале яркие картины с вами наталья ширяева сегодня я хочу вам показать свою новую работу картину маслом который я назвала мудрый взгляд вот эта картина вот такая картина это масло холст на подрамнике размер 60 на 40 сантиметров написано она мастихином крупными мазками так вот она выглядит при ближайшем рассмотрении сейчас еще покажу поближе я решила рассказать вам про палитру цветов которые я использовала при написании этой работы и показать конкретно краски рассказать как я их применяла здесь в каких местах это как раз к нашему разговору о цветовых сочетаниях мне многие просили в комментариях более подробно про цветовые сочетания какие краски я использую рассказать и вот я решила что как раз будет хорошим поводом эта картина вот я подготовила краски которые я использовала сейчас я вам покажу это тайского производителя краски и я вам покажу выкраску и расскажу как это вот перевести в русские краски вот такие цвета я использовала значит это у меня кадми желтый темный из ладоги прям привезенные пакетики это соответствует оранжевому кадмию ладога это фиолетовая светлая ладога это травяная зеленая из мастер-класса и это затрудняюсь сказать какой цвет я в таким синим лисировочным не пользуюсь в россии я беру уже разбеленный синий какой-то голубой но вот тут вот очень красивый цвет ну скажем на что-то на берлинскую лазунь на какую-то похоже как это выглядит выкраски выкраски это выглядит вот так и белила еще соответственно к этому еще вот у меня тут цвет он типа неаполитанский желтый светлый я его просто навожу но он у меня в общем-то сидит в подкорке еще с тех времен когда покупала готовую ладогу неаполитанский желтый свет называется сейчас я покажу на картине в каких местах я в какие эти краски использовал так то есть ну во первых все темные места вот до глаза вот эти вот такие темные теневые места я использовала смешивая вот эти три темных цвета то есть их можно смешивать по отдельности фиолетовый вот с травяной зеленый синюю стови но и зеленый ну между собой это смешать это конечно слишком фиолеты получится это будет соответствующего то типа фиолетовую темный вот ну Ну, вот она фиолетовая вообще с травяным, очень хорошие, темные, дает такие, ну, почти черные тона, вот, но при этом разбили, они не дают грязи, и поэтому в картине они смотрятся нормально, то есть черный цвет я никогда никакой не использую. Вот эти вот темные пятна, да, глаза, вот, вот это вот, вот эти вот оранжевые такие яркие пятна, это дает смесь оранжевого с добавлением небольшого количества фиолетового светлого, то есть такой вот он получается цвет какой-то вишневый, да, вот эти вот коричневые оттенки, коричневые оттенки очень хорошо получаются при смешении кадмия, желтого, темного и фиолетового. То есть, в общем-то, я всегда коричневые оттенки беру из смеси фиолетовых и оранжевых, то есть вот оранжевый с фиолетовым, кадмия желтый-темный с фиолетовым, с разными типами фиолетового, с темным фиолетовым, со светлым фиолетовым, вот коричневые я получаю таким образом. Ну, вот эти вот блики светлые, это как раз вот это вот неаполитанское желтое светлое, вот эти вот оттенки, да, зеленоватые, это вот травяная, зеленая, смешанная вот с этой желтой светлой, и потом еще можно посмотреть в нее кадмия желтого светлого добавить. Да, вот такие вот оттенки, как бы, как немножко бирюза, да, это вот этот вот синий и с добавлением тоже вот этого вот желтого светлого. И если добавлять кадмия, вот этот желтый-темный, то тогда зеленый будет такой, вот знаете, травяной больше. Если вот добавлять вот этот вот желтый светлый неаполитанский, то будет он такой больше нежный, да, цвет. Вот, ну и в общем-то все, тут все остальное понятно, да, то есть очень много достаточно смеси сиреневого с оранжевым, ну и, так сказать, все остальное вот. Вот такая вот работка, вот такая вот колористическая схема к этой картине. Если вам интересно это, пишите в комментариях, я тогда буду и по другим картинам тоже вам рассказывать, как получается цветовое сочетание определенных, да, определенных картин. Всего доброго, до свидания.